А вы в курсе, что во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который с большим успехом прошел в городе Сочи, участие приняли порядка 25 тысяч гостей из 188 стран мира. Это абсолютный рекорд за всю историю проведения фестивалей. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но самую внушительную делегацию на Всемирном фестивале молодежи и студентов представил Краснодарский край. Со всех уголков Кубани в Сочи съехались порядка тысячи участников. У нас есть сюжет. Давайте посмотрим, а после вернемся в студию. Гостей из других стран и республик южане встречают по-кубански гостеприимно и радушно на стенде региона. Поприветствовать участников фестиваля приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона вместе с участниками и волонтерами осмотрел стенд Краснодарского края. Экспозиция Кубани поделена на шесть тематических зон. Гид, экскурсовод, робот. Робби отвечает на каверзные вопросы. Рядом расположились инновационные проекты молодых ученых. А еще можно совершить путешествие на авиасимуляторе по 3D-карте Краснодарского края. Общаясь с молодежью, Вениамин Кондратьев отметил, что Сочи уже давно стал площадкой мирового уровня. И этот фестиваль должен надолго остаться в памяти тех, кто приехал на Кубани с других стран и республик. Друзья, конечно, здесь приезжают молодые люди, ваши сверстники из разных стран и разных континентов. Они говорят на разных языках, они имеют свою культуру, традиции. Вы знаете, вот чем они разнообразнее, чем мы все разнообразнее, чем прекраснее наш мир, согласитесь. Поэтому в этом многообразии, наверное, есть вот то, чем мы можем обмениваться, а мы с вами гордимся. Вот давайте покажем Кубань достойно, какая на самом деле. Пусть они, когда отсюда уедут, помнят вас, Кубань, Тасадский край, всю свою жизнь. Участники и волонтеры еще долго не отпускали главу региона, фотографировались на память и делились впечатлениями. Но об итогах Всемирного фестиваля молодежи и студентов и о том, что получила сочинская молодежь благодаря проведению здесь, на Черноморском побережье, этого крупного молодежного форума. Мы сегодня поговорим с заместителем начальника управления молодежной политики администрации города Сочи Вахтангом Хикланзе. Здравствуйте, Вахтанг Хвичаевич. Рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили. Спасибо вам. Ну, Краснодарский край представил на Всемирном фестивале молодежи и студентов самую такую внушительную делегацию, порядка тысячи человек. Ну и в их числе были и наши сочинские активисты. В каком количестве они участвовали непосредственно в официальной фестивальной программе и впечатления каковы от фестиваля молодежи и студентов? Ну, хочу сказать, что желающих было намного больше, чем самих участников. Вот если была подана анкета от сочинских студентов, неважно, от молодежи, около более 300, то участвовало в конце всего 30 человек от города Сочи. Ну, это были самые активные, самые интересные молодые люди. И мне показалось, что фестиваль понравился, безусловно, всем. Это грандиозное мировое событие, которое прошло опять в нашем любимом городе Сочи. И мы очень рады, что там приняли участие. Но кто эти 30 счастливчиков, кто вошел в это число, тех, кто принял участие в фестивале молодежи? Вы знаете, это абсолютно разные люди. Это студенты сочинских вузов и СУЗов. Это активисты молодежных общественных организаций, таких как Молодая гвардия, Молодежный совет при главе города. Это волонтеры наши, которые также принимали участие. И различные представители также и рабочие молодежи. То есть это абсолютно разношерстное население. Вы на фестивале молодежи представляли в общем нашу всю сочинскую молодежь, наш сочинский актив. В каких мероприятиях удалось поучаствовать и что больше всего запомнилось? Вы знаете, мероприятий было огромное количество за весь период проведения фестиваля. И самое большое для нас, которое осталось непонятным, что мы все-таки не смогли все посетить, а хотелось посетить все, что там происходило. Потому что, учитывая то, что мы все были в разных направлениях, кто-то там в политике, кто-то там в социальном направлении, кто-то в инновациях, но организаторы предоставили возможность участвовать практически во всех площадках, не разграничивая на те или иные позиции, в которых мы изначально заявлялись. И ну что запоминать? Ну конечно, это и встреча с высокопоставленными нашими чиновниками. Сергей Лавров встреча была, Владимир Вольфович Жириновский интересно рассказал про молодежную политику, интересно было действительно. Ник Вуйчич. Стояли, кстати говоря, очередь с 11 часов вечера дня предыдущего, чтобы попасть в 11 утра дня следующего. Но сочинские отличились как всегда. Мы пришли за 10 минут и попали. Поэтому в этом плане мы как бы люди шустрые и старались везде участвовать. И каждую минуту, каждую секунду использовать рационально. Потому что такой шанс, я думаю, что не каждый раз выпадет. Ну да, я дополню, что вообще в общем было 1300 спикеров. Это огромное количество интересных людей. Да, невозможно их всех перечислить. Ну а какие-то проекты, с которыми вы в ходе Всемирного фестиваля молодежи познакомились, они будут как-то взяты на вооружение и здесь реализованы в городе Сочи? Вы знаете, нам понравились несколько там проектов, которые реализуются в том числе как в странах зарубежья, так и в нашей стране. Потому что видите, как хорошо, что этот фестиваль все-таки прошел. Потому что много интересного, как оказалось, проходит именно у нас. И многие зарубежные представители, не сказать, чтобы мы там брали много проектов в себе, в основном, получается, они смотрели на опыт наш, на сочинский даже опыт, скажем, больше. Потому что те современные мероприятия, форматы, которые мы предлагаем, они оказались интересны и востребованы для молодежи. Так, например, там наши антитабачные акции шествия. Вот уже хочу сказать, что представители Сербской республики говорят, мы хотим провести такое, мы видели, я показал ролики, там «Задави сигарету» наша акция такая классная. То есть вот некоторые вот такие креативные, интересные вещи для молодежи, они действительно интересны, и они хотели наоборот больше взять от нас. Ну и мы, естественно, что брали у них опыт. У них, видите как, молодежная политика строится больше на системе клубов, то есть отдельные клубы. Вот если мы сейчас будем разбирать и одни клубы ставить, ну все равно, мне кажется, не так интересно будет, да, потому что у нас же больше ставка идет на развитие молодежного предпринимательства, на борьбу за здоровый образ жизни среди молодежи. И как бы вот это, вот это мы попытались как-то объединить и посмотреть, взять лучшее у них и поделиться лучшим своим. Ну это здорово, что наш опыт интересен и зарубежным коллегам. Ну и теперь предлагаю вам ответить на несколько коротких вопросов. Какой опыт, полученный в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, вы считаете самым ценным? Мне кажется, что самый ценный опыт, вот мы, молодые люди, зачастую стесняемся. Вот что-то спросить, что-то поинтересоваться, да, потому что там были такие спикеры, которые, ну, сегодня, можно сказать, занимаются не только там руководством государства, но и стран мира. То есть они сегодня в фаворе находятся. И мне показалось, если первый-второй день я лично, ну и наши коллеги, друзья, которые участвовали от Сочи, мы где-то стеснялись, но потом мы поняли, что стесняться это не то время и не то место, и старались у всех подойти, и каждому задать вопрос, каждого что-то спросить, взять на карандаш, записать, потому что это действительно поможет в дальнейшем более качественном реализации молодежной политики, в том числе и у нас на территории города. То есть самое главное, мне кажется, просто не стесняться спрашивать и делиться опытом. А так мы стоим в сторонке, а эти в сторонке, ну зачем тогда этот фестиваль нужен был? Конечно, чтобы делиться опытом. И мне кажется, что у нас получилось. А какой спикер показался, ну самым интересным, вы много перечислили, но все-таки в лидерах ваших личных? Вот честно говоря, мне понравился, вот лично мое мнение, мне очень нравится, импонирует Сергей Владимирович Кириенко, который как раз первый заместитель администрации президента, который отвечал за это все действие. Мне он показался очень открытым, живым и человеком, который не где-то там, а вот он погружен и он знает все. Мне показалось, что он интереснее всего рассказывал, потому что он чувствовалось, что он находится на волне и чувствует все тенденции именно молодежи. А какая делегация из какой страны показалась вам самой яркой и самой интересной? Ну я бы не сказал, что там были какие-то самые прям яркие, но понятное дело, что в основном это африканские, азиатские страны, которые там устраивали такое шоу каждый день. То есть там вся площадка была задействована всегда какими-то активностями, какими-то играми, какими-то развлечениями. Очень понравилось, что они пытались продемонстрировать свою культуру, показать свои наряды, приехали там в своих национальных костюмах. И знаете, вот я вот задумался, когда мы говорим об однополярном мире, и когда мы пришли на фестиваль, мы поняли, что мир очень многополярен, и люди, которые туда приехали, молодые люди, несмотря на то, с бедной какой-то страны африканской, или с азиатской, или с другой, они очень хорошо мыслят, они хваткие, они действительно хотят, чтобы у них в своих странах население жило лучше, не голодало. И вот этот вот фестиваль, мне кажется, то, что он у нас прошел именно в России, это очень-очень большой задел на будущее. А с делегациями из каких стран, с молодежью, удалось наладить какие-то контакты, для того, чтобы в дальнейшем уже на расстоянии обмениваться опытом? Вот мы очень хорошо завязались с сербами. Да, сербы были. Вот они прям вот, не только антитабачные, они и приглашали потом с Чехии были, но были, кстати говоря, русскоязычные выходцы из России, они тоже участвовали, было хорошо, с Чехией у нас были. Потом мы разговаривали с молодежью, Белоруссии очень хорошие отношения. То есть в основном это страны СНГ, европейские страны, вот более такие вот. А вот что касается азиатских, африканских стран, мы тоже с ними, ну вот в консультативном. Мне, кстати говоря, я открываю Facebook, смотрю, у меня все добавляются, добавляются, я не могу понять, думаю, может какие-то боты или что такое. А потом, когда они начинают на английском писать, я лезу сразу в переводчик, перевести, ответить, и думаю, о, классно, они как раз, мы выставляем, понятное дело, в социальные сети, они видят мероприятие, просят прокомментировать, и что для этого нужно? А мы вот у себя хотим такое провести, что для этого нужно? Ну, мы, естественно, что переводим, там, отправляем, и вот очень хорошие, такие даже связи через социальные сети, это тоже можно назвать связями. Да. Ну и какой в итоге оценки был удостоен город Сочи за организацию и проведение у нас здесь Всемирного фестиваля молодежи и студентов? Ну, у нас по традиции в городе Сочи, в России, мы привыкли, что если Олимпиада, то самое лучшее, если чемпионат мира, то же самое лучшее, вот и фестиваль молодежи, он тоже оказался самым лучшим, самым насыщенным по содержательной части программы, и самым, мне кажется, вот самым ярким, вот он действительно был ярок, потому что, ну, столько народу, столько стран, мы просто не могли себе представить, что вот такое нас ждет. Рекордное количество за всю историю фестивалей, 25 тысяч участников и 188 стран. Больше потом приехали, не хватало формы, докупали организаторы, мы знаем, и все равно всем в конце выдали, все были счастливы. Ну, еще одним важным и достаточно заметным событием Всемирного фестиваля молодежи и студентов стало открытие сквера фестивальной, он находится на улице Фабрициуса, и вы принимали самое активное участие в открытии этого нового зеленого уголка курорта. Как вам кажется, насколько это было событие знаковым, насколько была необходима реализация этого проекта и открытия вот в рамках фестиваля? Ну, естественно, что при любом событии, которое у нас в городе происходит, оно должно оставлять какой-то о себе след. И что не лучше, да, в год экологии открыть сквер, где люди смогут и гулять, и наслаждаться природой, жизнью, и название фестивальное характеризует как раз то событие, которое здесь происходило. Вот открытие, мне кажется, тоже получилось очень душевным. Ребята, которые приехали, мы действительно с ними общались, потом, ну как вам, понравилось, не понравилось, они говорят, супер, вообще так классно, такой сквер, его не переименуют, говорит, и, конечно, нет, останется таким навсегда и будет ещё более и более насыщаться. Потому что мы думаем, как бы в этот, ну как управление молодёжной политики, всё-таки я вот думаю, как бы его ещё чем-то насытить, может быть, какими-то современными вещами. Будем стараться как-то ещё, может быть, его улучшить. Ну, сроки, конечно, его реализации, да, постройки этого сквера, они настолько рекордные, ну, в принципе, как и всегда у нас. И очень-очень хорошее знаковое событие, которое в рамках фестиваля, оно не потерялось, оно было на виду. Когда мы открыли, вернулись, сказали, а вы открыли сквер, а есть фотографии, а можете прислать, а мы там этот, ой, мы их тоже хотели. Зарубежные делегации тоже же принимали? Принимали, с разных стран, да, и волонтёры зарубежные, и сами участники тоже. Ну, ещё одно заметное событие в молодёжной политике региона, и не только, это российско-германская конференция молодых лидеров. Она также состоялась в городе Сочи. Смотрим сюжет, и далее вернёмся к нашему разговору. На встречу поднимали вопросы о развитии предпринимательства, политики, обсуждали новаторские идеи в различных отраслях. По словам губернатора края, от того, какую позицию сегодня займёт молодёжь, зависит дальнейшее развитие не только Кубани, но и всей страны. Принцип быть первым среди равных, он, наверное, очень сегодня востребован обществом и России, и Германии. Миру нужны новаторы, смелые люди, которые хотят, может быть, изменить мир, безусловно, но не поставить его с ног на голову. И это, наверное, самое главное, что должно отличать сегодняшнего, современного молодого политика или бизнесмена ответственность. Огромная ответственность на его плечах за будущее. Только эволюционный путь с сохранением стабильности, экономической стабильности и политической стабильности, он позволяет двигаться вперёд. Это уже девятая по счёту российско-германская конференция. В этом году она проходит под патронажем главы Краснодарского края. Традиционное участие в ней принимает более 300 молодых людей из обеих стран. «Хочу поблагодарить хозяина форума, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за поддержку и большую помощь в организации нашего мероприятия. Олимпиада сделала город популярным во всём мире, и нам приятно проводить здесь свою конференцию». За время работы конференции пройдёт ряд дискуссий и круглых столов. На них планируется обсудить различные вопросы, в том числе затронут международные отношения, энергетическую политику, а также поднимут темы образования и электронного правительства. На сегодняшний день эта конференция – крупнейшая платформа для развития диалога между Россией и Германией. И не допускать новых международных конфликтов – это в том числе задача молодых лидеров, убеждены участники конференции. «Важно молодым поколениям и помнить подвиги предков», подчеркнул герцог Кристоф Альденбургский. Поэтому в первую очередь они решили почтить память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Делегация возложила цветы и венки к вечному огню. «Германию и Россию связывают особые тесные отношения, и наше совместное прошлое, и этот монумент, возле которого мы стоим, это напоминание о одних из этих событиях». В этом году российская германская конференция проходит под патронажем губернатора Краснодарского края. Активное участие в мероприятии примут члены Союза молодежи Кубани. «Самое главное – это отстаивание молодежной точки зрения. Несмотря на глобальную политическую повестку, недавнешний фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи, он показал, что молодежь – не политики. Мы прежде всего хотим дружить, общаться между собой, обмениваться опытом, обмениваться лучшими практиками в той или иной области, ну и уже в дальнейшем выстраивать дипломатические и деловые отношения и контакты». В программе конференции «Знакомство с историей и культурой региона» молодые лидеры Германии ближе познакомятся с Сочи с возможностями развития территории для дальнейших совместных проектов. По словам организаторов, это также станет значительным шагом в укреплении российско-германских отношений. Сам герцог Альденбургский на курорте гость частый и возможность побывать в Сочи считает большим везением. «Мне очень повезло, потому что за последние 2-3 года я очень часто бывал в Сочи, регулярно посещаю этот город, и впечатления всегда прекрасные. Меня восхищает это уникальное сочетание природы, это тропический климат с одной стороны, море и горы. И я очень рад, что сейчас я вижу так много немецких гостей здесь, молодых лидеров в этом прекрасном месте». С 2009 года Российско-германская конференция молодых лидеров проходит ежегодно, и ее главная миссия – выстраивание открытого диалога между молодежью двух стран с целью сотрудничества, мира и стабильности. Жизнь молодежная, она продолжает кипеть в нашем городе Сочи. Какие-то крупные мероприятия, форумы, к чему готовитесь сейчас? Что сейчас в фокусе внимания нашей сочинской молодежи? Ну, у нас молодежь никогда на месте не стоит. Мы думаем все больше и больше новых мероприятий, интересных акций. Вот недавно, кстати, мы провели антинаркотическую акцию «Очень хорошую тебе жить», подготовили такой социальный ролик. Это где манекены выставили, и у каждого манекена была история жизни одного человека, молодого человека, по вине наркомании ушедшего из жизни. То есть мы выставили и очередной раз напомнили молодым людям, и хотим сейчас также напомнить, что все-таки жизнь, она прекрасна, нужно развиваться, участвовать во всех фестивалях, форумах и стремиться к чему-то лучшему. Также, конечно, молодежь города сейчас готовится к самому главному событию в нашем городе, это ко дню города. Мы будем реализовывать свои акции и проекты на площади флага с 11 часов всех предлагаем, будет большая концертная программа студентов сочинских вузов. То есть у нас постоянно процесс живет, кипит. Также вот есть небольшой секрет, мы готовим очень серьезный проект, это молодежная команда мэра, молодежная команда мэра. Мы вот эту идею, кстати говоря, тоже подсмотрели на форуме. У некоторых регионов действительно есть такая молодежная команда. И вот с Анатолием Николаевичем мы когда проговорили, мы поняли, что молодежь, когда участвует в тех или иных общественных организациях, впоследствии она должна к чему-то прийти, быть трудоустроенной, получить какие-то рекомендации на работу, занимать какие-то важные позиции. То есть сейчас существует проект «Лидеры России», который в федеральном масштабе, а этот проект будет подобие «Лидеры Сочи». То есть выявить ту активную молодежь, которая у нас в городе находится, которая хочет себя реализовать в тех или иных направлениях. Пусть каждый для себя выберет своё, потому что мы готовим именно так. И если они будут эффективны, если они будут креативны, если они будут действительно прилагать максимум усилий, то не ровен час, что они получат очень хорошее место для работы. Это очень интересно. А чем тогда это отличается от молодежного совета при главе города Сочи? Или это будет продолжением этой темы? Это будет больше продолжением этой темы. Но мы хотим сразу сказать, что это не политическая абсолютно структура. Это структура общественная, куда приходят молодые люди с одной единственной целью — делать добро во имя и во благо родного города. То есть вот такой он, более такой духовный, скажем, проект, но тем не менее, который даёт возможность молодым людям раскрыть свои способности и не замкнуться в себе или уехать куда-то в другой город, пытаться там реализовать. У нас город Сочи самый лучший, самый красивый. Как только выезжаешь куда-то в другие города, не буду говорить, чтобы не обижать, мы это ещё и больше и больше понимаем. Ну сразу видна разница. Да. Ну и предстоящий чемпионат мира по футболу в 2018 году, он пройдёт в Сочи. Ближе к этой дате, конечно, город будет жить футболом, и наверняка эта волна захлестнёт и сочинскую молодёжь. Вот как-то сочинские активисты будут вовлечены в этот большой всемирный праздник футбола? Конечно, будут вовлечены. Это и как волонтёры. Мы готовим очень большое количество волонтёров к этому предстоящему чемпионату. Недавно проходил в СГУ, кстати говоря, конкурс волонтёрских проектов, в котором я также принимал участие, где Оркомитет 2018 предлагает нашим студентам предложить какие-то проекты по популяризации футбола в нашем городе. И эти социальные проекты, которые пройдут здесь, наш местный этап, он уже состоялся, поедут в Сколково в Москву, и там будут отбираться самые лучшие, и, естественно, выделяться на это гранты для его реализации уже на территории города. И я видел очень много интересных проектов, потому что ребята приходили, мы давали им и рекомендательные письма, и письма поддержки о том, что мы готовы принять в случае вашей победы, мы готовы принять, помочь вам реализовать ваш проект. Там были проекты как и межкультурного диалога, творческие проекты, так и стрит-арт искусства, популяризацию футбола у одного был проект. То есть различные проекты, которые напомнят нам о том событии, которое произойдёт в 2018 году у нас в городе. Ну и всё-таки, подводя итоги нашей с вами беседы, можно ли назвать сегодня сочинскую молодёжь активной? Насколько она активная? Каков сегодня может быть портрет сочинского молодого человека, девушки? Ну смотрите, насчёт активности, ребята действительно активны. Важно, в чём они проявляют свою активность. Если это какие-то спортивные состязания, много предложений есть по спортивным, культурным состязаниям. Но есть и вот, видите, такая проблема, почему создаёт сейчас команда мэра, в том, что они активны в разных направлениях, но не во всех направлениях они могут реализовать свою активность. Потому что здесь какой-то препон, здесь что-то не получается. И вот эта система, которую мы хотим создать, это та модель, которая будет поддерживать этого молодого человека. Вот, допустим, молодой предприниматель. Как вы считаете, можно мне вам вопрос задать? Вот как вы считаете, почему молодые предприниматели не открывают в большей своей части бизнес? Вот как вы считаете? Может быть, недостаточная информация. Ну где-то информация, да. А вот основной? Ну давайте, вы мне поможете. Самая основная проблема в том, что нет поддержки близких. Всегда говорят, ой, да у тебя ничего не получится, ты никак в жизни тут не добьёшься, начнёшь там вкладывать, ещё в минус уйдёшь, и наши деньги на улице мы оставим. То есть нет тех людей, которые будут это всё дело поддерживать. И вот как раз таки я не только на молодёжном предпринимательстве это сакцентирую. И поэтому мы сейчас хотим, чтобы вот этот молодой человек, которого не поддерживают, пришёл к нам, мы его поддержали, и он добился больших результатов. О том, что у нас молодёжь активная, в этом нет никаких сомнений. Просто может быть, они сначала не знают, куда идти, но мы обязательно это сделаем, чтобы они шли к нам. Направить энергию в нужное русло. Правильно. То есть так, да. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. Были очень рады вас видеть в нашей студии. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, я напомню, что гостем нашей студии сегодня был заместитель начальника управления молодёжной политики администрации города Сочи Вахтанг Хикланзе. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живёт наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в следующей серии.